привет друзья покатал я на супер коня на тесте патч 127 в патче 127 супер коня нерфит в двух моментах перезарядку делают дольше на 0,8 секунды это очень важно для дпмного танка без альфы большой также танку еще нерфят броню в лючке если раньше лючок пробивался в нижнюю часть в небольшую такую выпуклость то сейчас лючок пробивается в верхнюю трубку какие-то там обзорные приборы или не знаю чё лючок очень сильно похож на лючок фаша тупо длинная трубка по краям краешки не пробиваются они не материальные и работают как экраны поэтому по краям лючка нет смысла стрелять но в середине эта трубка пробивается легко казалось бы всего лишь два изменения но танчик играется уже не так в некоторых боях я вообще не ощущал что его понерфили если мне не сказали или я сам не посмотрел бы я просто на нем бырал бы как на супер коней ничем не заметил но немножко дольше он там стреляет в принципе если цифру не запоминать то ты мог этого и не знать стабилизация такая же увы на такие же скорость все тоже самое обзоры маскировки ничего не изменилось поэтому можно это иногда не заметить при этом при всем есть бои где ты не работаешь на дпм и тебе эта максимальная скорострельность не особо важно когда ты играешь потихоньку от альфы в позиционке но есть бои такие как этот где тебе нужна скорострельность когда танки на тебя едут и ты можешь от рельефа в них стрелять просто по кд вот в этом показательном бою специально именно его поставил видно что если бы у меня не доехали уже бой был бы совсем другой было бы намного легче играть возможно мы бы этот бой затащили а так нас просто задавили к тому же еще пока танки на меня ехали меня два раза пробили в лючок именно в то самое место новое которое теперь пробивается раньше она не пробивалась теперь она пробивается то есть я словил две лишние тычки потратил лишнее хп которое могло бы мне потом пригодится вот в этом показательном бою наглядно видно что именно те вещи которые понерфили могли бы очень сильно зарешать если бы их не нерфили но при этом при всем все равно результат получился большой соответственно танки можно играть но этот бой на тесте тут люди играют не совсем адекватно очень жестко они подставлялись в рандоме такое происходит не часто но иногда конечно бывает но тут конечно повезло что враги еще так жестко выставлялись и давали по себе пострелять но в любом случае те вещи которые понерфили у супер коня они как раз таки в этом бою и не дали мне того лишнего урона за счет которого я мог бы затащить катку набить там 10 тысяч урона допустим и кайфануть от боя также у меня хватило бы хп доиграть бой также еще в конце бой был плохо доигран я не сильно понял что я должен в нем делать поскольку союзники зажали сзади и не контролировали ни один проезд из-за чего враги выставлялись на меня с разных сторон если бы хотя бы с двух так с трех сторон у меня стреляли при этом союзники не стреляли в разряженных врагов которые выезжали на меня с разных сторон из-за чего меня задавили и я не сориентировался в какую сторону мне лучше играть я не доиграл и союзники ничего не зацелили в общем конец до играли плохо но в чем прикол такой плохой концовки боя могло бы не быть если бы не нерфили дпм танку некоторые танки бы до меня не доехали если один танк не доезжает то я уже начинаю стрелять в следующий он уже не доезжает либо же доезжает очень покоцанный из-за чего потом в позиционке мне играть легче чем раньше я начинаю получать преимущество и делать существенный вклад в результат свой и командный тем легче потом тащить конец боя тем чаще ты будешь побеждать будет выше процент побед будет выше средуха и в принципе все показатели но когда танку с альфой 400 на 10 уровне нерфит перезарядку то понятное дело он будет меньше влиять на бой поскольку танчик просто банально даже просто по центру все будет ехать вероятность он доедет больше поскольку ты бы просто не успеешь в него настрелять из-за чего от враги и кучей ехали и в итоге все равно доехали хотя играли они не особо как-то разумно но все равно они нас задавили к тому же если такой вот лючок делать которые вот сделали после нерфа супер коню то он в позиционках как-то очень легко пробивается поскольку он пробивается и в маску хоть и трудно теперь еще и в лючок легко пробивается к тому же у него еще и корпус не особо то про броню поскольку там огромная дырявая нлд его надо обязательно всегда прятать тоже когда еще от борта играешь там тоже можно нащупать под башней дырку в общем и целом и на позиции стало тяжелее выживать и врагов наказывать тоже но опять же повторюсь в некоторых боях этот нерв не ощущается вообще поскольку в некоторых боях я играл мне пробивали не лючок а маску она и раньше пробивалась а если я играю в позиционке долгой нет дпм а просто от альфы иногда там делаю выстрелы все то мне в принципе нерв перезарядки особо не важен но иногда происходят и вот такие бои где вот эти параметры все важны поэтому сто процентов планка упадет и заметно поскольку после этого нерфа наверное еще не только параметры у танка ухудшится но и популярность этого танка очень сильно упадет когда танчик становится непопулярной у него прям показатели отметок и статистики очень сильно проседают и он там опускаются на днище сейчас супер конь до нерфа находится примерно на пятом месте по статистике он выкачан всеми кому не лень его многие любят многие катают его и в рандоме в натиске и везде и даже на гк и везде просто танчик супер популярный очень метовый всеми желанный любимый но после этого нерфа есть вероятность что популярность сильно упадет то на нем по-прежнему можно играть я на тесте отыграл в дурацких боях в среду футом 4 с чем-то что-то там наигралась и наигралась да видно что танчик в некоторых ситуациях заметно слабее но против обычных рандомных под пивасов если они подставляются можно аккуратненько играть но в целом актуальность коня очень сильно подпорчена популярность я думаю тоже упадет и планка тоже опустится ниже на мой взгляд если такой нерв делать то нужно что-то ему и дать взамен хотя бы маску залатать чтобы он хотя бы тогда уже в маску не пробивался но в любом случае этот нерв делается как обычно не для того чтобы баланс подправить а для того чтобы очень популярный метовый сильный танк согнать с него всех танкистов чтобы они перестали на нем играть чтобы он стал не популярный и чтобы все эти танкисты пошли позанимались чем-то другим выбрали себе какие-то другие танки что-то другое покачали явно это изменение не делается ради баланса это изменение делается для того чтобы очень популярный танк сделать не популярным а вместо него поставить что-нибудь другое таких замен мы видели на протяжении существования игры очень много и это очередная замена меты супер метовый танчик поменяется на другой и топ 5 тт 10 уровня будет какой-то другой пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и и и и и и и и Продолжение следует...